Ай-ляй-ляй-ляй Второго шанса произвести первое впечатление не будет. Дизайнеры уж точно это знают на зубок. Поэтому продумали не только костюмы, но и движение, поведение моделей. Сходу поразила жюри Екатерина Шимохина из Красноярска. Она привезла на магию моды коллекцию «Бубновая колода», вдохновитель «Джокер» из фильма «Тёмный рыцарь». Я хотела сделать для него такой костюм, который будет передавать его суть, но при этом будет носим в реальной жизни. То есть вот реально захотел он пойти куда-то, у него мероприятие, какая-нибудь темная стычка опять ночью происходит, он взял, надел и пошел. Эпотаж, который комфортно носить, пришелся по вкусу и моделям Екатерины, а впечатлить зрителей у них получилось еще до начала показа. Мы просто подошли с другом взять кофе, подходим, и они оборачиваются, и испугались сильно очень. Там четыре девочки, да, было? Да, три. Ну, наверное, думали, что мы отобрать что-то хотим. Принципом повседневности руководствовались и благовещенские дизайнеры, представившие коллекции Антуанетта и идеальная основа в бежевых и белых тонах, и между черным и белым. Последнее, впрочем, не вдохновило главного члена жюри модельера из Санкт-Петербурга. К цвету, на его взгляд, нужно обращаться больше, а еще к силуэту и фактуре. Студенты не обращают, знаете, свой взгляд в сторону экологичности, да, скажем так, коллекции, потому что сейчас это такой серьезный тренд, все, что связано с биоджи, да, и так далее. То есть, лен, просто хлопок, да, очень мало с этим работают. Покупают достаточно дорогие какие-то европейские ткани, хотя я считаю, что это неправильный подход. В итоге из 38 дизайнеров все же определили лучшего. Им стала благовещенка Алина Депелян с коллекции «К свету». Так что уже 27 сентября победительница будет участвовать в финале международного конкурса «Русский силуэт» в Москве. Анжелика Павлова, Александр Матвеев. Программа «Город».